Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 мая. Я продолжаю работу по формированию томатов. И сейчас запишу последний видеоролик, потому что уже становится в теплице жарко. Сейчас открываю вторую дверь и ухожу. Последний видеоролик будет о томате «Русский богатырь» и о том, прям просто буду убедительно вас спросить, что не поддавайтесь вы, не ведитесь на красоту вот этих лишних пасынков. Они такие красивые, они такие обаятельные, но потом все это выходит боком. И вот смотрите, только что я вам рассказывала про томаты «Русские колокола». Вот видите колокольчики. Я говорила, что я разрешаю им расти хоть как. Вот у них тут все-все-все в этих цветочных кистях, вот какие-то кисти дополнительные новые, эти стволики. Растите, пожалуйста, потому что это сорт мелкоплодный. А вот «Русский богатырь», так как он должен быть все-таки крупненьким, этого делать я ему не должна позволить. И тут нужно, я еще раз повторяю, нужно проявлять прям жестокость по отношению к ним. Да, он красивый. Вот вы подойдете, вот я иногда подхожу, меня тоже иногда уговаривают томаты, пошепчут, пошепчут, да я их оставляю, но это не нужно делать. Я вам сразу говорю, не поддавайтесь на обаяние красивых пасынков. Я вот подхожу, вот стоят они, представьте, было их два, вот стало уже четыре. Тут даже не разберешь, тут и цветы. Вот видите, вот эти четыре ствола, вот. Раз, два, три, четыре. Это все один. Хотя, по идее, он должен быть один ствол или два. Ну вот, не подошла вовремя, стало четыре ствола. И тут, конечно, уже сложно разобрать, но я-то вижу, вот это основной, а это основной, а это вот два пасынка. И вот берешь в руки вот этот пасынок. Смотрите, он толще ствола, вот этого вот даже. Он толще ствола, у него, смотрите, какие кисти уже расщелкиваются, а какие плодовитые, тут всего много. И он, кажется, говорит вам, так шепчет потихоньку, смотри, какой я красивый, а смотри, какой я толще, толстый. Я еще толще даже вот этого ствола. Я дам тебе такие вкусные помидорки, а какие будут они крупные, а какие они будут хорошие, сладкие. Я самый лучший, оставь меня. Ну и вот как, ну рука не поднимается, конечно. Но потом, вы знаете, что будет? Потом этот тихий, ласковый пасынок, который упрашивал о вас чуть ли не на коленях, он разрастется, он сам вырастет, еще этот вырастет, еще этот пасынок даст, еще двух пасынков. И если вы работающий человек, если вы вовремя не зайдете, вы потом начнете пытаться заходить, этот же самый пасынок, который вас уговаривал оставить, он уже будет здесь хозяином. Они так разрастутся, что вы сюда не пролезете. И он, тот, который уговаривал, потом скажет, а ты что здесь делаешь? Смотри, какой сильный, смотри, какой красивый. Ты здесь уже и не нужна. Не пустим мы тебя сюда. Это я, конечно, все фигурально, так в шуточной форме рассказываю. Но действительно происходит так. Сначала они нас просят, чтобы мы их оставили, чтобы мы их помиловали, что вот они такие хорошие, красивые. А потом они нам ветками в глаза тычут, чтобы мы только не заходили в теплицу и не выстригали ничего. Все. Не поддавайтесь на обаяние вот таких красивых пасынков. Их нужно убирать. Особенно у крупноплодных томатов. Вот у меня русский богатырь. От силы два ствола. Вот этот и вот этот. Сейчас вот так подтяну. А тут, видите, тут еще один такой будет сильный красавица. Я его сейчас сразу выщипываю. Тут еще один. Вот русский богатырь, он очень такой коварный. Он своей красотой, вот этой вот, видите, заходишь, он прям такой цветет, милый такой. Ну, тут я уже обчакрыжила их. И у него столько много, вот такой большой потенциал. Он наращивает и наращивает. Одни выстригешь, другие растут. Еще отстригешь, еще растут. Убирайте все нещадно. Иначе вы потом в теплицу не зайдете. Все. Вот это, конечно, жестоко. Мне это не сильно по душе. Но я все это уже прошла. У меня были периоды, когда я действительно зайти не могла в теплицу, пожалев вот эти пасынки здоровые. Вот, пожалуйста, два стволика культурная. До цветочной кисти почти лысая помидорка. Тут завязываются плоды. Еще и надо выщипать половину цветов, что дается еще сложнее. Их так жалко. Но нужно, чтобы не получить красную дробь, как я в этом году выражение вычитала. Мне так понравилось. Когда вот столько цветов, а томат должен быть крупноплодный, то, возможно, вас ожидает красная дробь, если вы не уберете половину цветов. Все. До свидания. Это было про формирование русского богатыря. Не поддавайтесь на обаяние своих томатов. Не уступайте им. Хозяин в теплице вы. Доброе утро. Иパ hanya две тоночки. Продолжение следует...